Дорогие одиннадцатиклассники, участвовавшие в Олимпиаде Высшие Проба по Обществу Знанию, здравствуйте! Все вы, вне зависимости от того, какое записали, должны были выполнить задание по политологии. Напомню, как звучит само задание и объясню логику выполнения этого задания и попытаюсь припомнить типичные ошибки. Итак, задание звучит следующим образом. Начинающий журналист качественной газеты написал статью о парламентских выборах 2015 года в стране В с давней и признанной традицией представительного и демократического правления. На этих выборах победила партия С, набравшая около 37% голосов всех голосовавших избирателей, но при этом получившая почти 51 место в парламенте и сформировавшая благодаря этому правительству. Основываясь на этих результатах, журналист, напомню, начинающий журналист, но качественной газеты, сделал вывод, что страна В не является демократией. Редактор, напомню, качественной газеты, имевший большой опыт, знающий эту страну, ответ вывод начинающего журналиста как ошибочный и предоставил короткое объяснение, с которым журналист, должно быть, нехотя, но согласился, признав свою неправоту. Это такая маленькая заставочка. Теперь конкретный вопрос, на который вы должны были ответить. Как вы думаете, чем обосновал свое решение редактор? Какие факторы мог не учесть начинающий журналист? О какой избирательной системе идет речь? На какую классическую концепцию демократии ориентировался начинающий журналист? Итак, скорее всего, судя по самым типичным ошибкам, вас смутило, что за партию, партию С, которая получила всего 37% голосов избирателей, явно голосовало, скорее, меньшинство избирателей, почти что 1 треть. Но при этом эта партия ухитрилась набрать 51% мест в парламенте и благодаря этому смогла сформировать правительство. На самом деле это маленькое, очень кратенькое описание избирательной системы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Действительно, на последних парламентских выборах партия консерваторов набрала вовсе не абсолютное большинство голосов и сформировала правительство. Обращаю ваше внимание, что на первый взгляд, да, действительно есть диспропорция между количеством проголосовавших, количеством полученных мест и тем фактом, что партия сформировала правительство. Но данное несоответствие, данная диспропорция вовсе не запрещает существование демократической системы. И вам в задании была подсказка в этой стране, в стране В, давняя признанная традиция представительного и демократического правления. Соответственно, чем мог обосновать свое решение редактор? Редактор обосновал свое решение тем, что для определения типа политического режима надо иметь существенно больше данных. На самом деле, данные были. Молодой журналист знал, что данную политическую систему относят к числу демократических. У этой политической системы давняя и признанная традиция. Но журналист не принял этот факт во внимание. Чем, в общем, и навлек на себя недовольство редактора? Будем надеяться, что журналисты не выгонят после этого интервью. Помимо знания собственной избирательной системы, редактор явно знал, что это за избирательная система. Для того, чтобы только на электоральных данных делать выводы, совершенно точно надо смотреть на то, какие партии побеждали на предыдущем электоральных цикле. Все, это журналист, как вы понимаете, во внимание не принял. Какие факторы более конкретно, еще раз повторю, журналист не принял во внимание. Журналист не смотрел на список партий, которые принимали участие в выборах. Журналист не обратил внимания, какие партии побеждали и проигрывали на предыдущих выборах. Журналист не принял во внимание возраст и качество демократической традиции. Что неправильно писали очень многие из вас, кто смотрит этот ролик. Давайте начнем с того, что вы, очень многие из вас, действительно оказались смущены цифрами. 37, 51 и при этом формирование правительства. Да, увы, такое часто случается в государствах, которые придерживаются достаточно архаичных избирательных систем, которые называются мажоритарными системами, причем более того, мажоритарными системами в один тур. На самом деле из заданий не совсем понятно, это один тур или два, но подразумевалось, что один тур, в противном случае мы бы уточнили, написав, что по результатам второго тура, например, по результатам до выборов. Нет, ничего этого в задании не было. И подразумевалось, что мы с вами говорим об очень простой, конечно, относительно избирательной системе, которая называется мажоритарной или плюральной, или системой большинства. Очень многие из вас систему опознали неправильно, а правильный ответ – мажоритарная система. Второе. Нередко многие из вас, прочитав это задание, начинали просто писать, что в стране смешанная пропорционально мажоритарная система, запятая, мажоритарная система, или некоторые из вас писали, в стране мажоритарная система, запятая, пропорциональная система, при этом не делая решительно никаких пояснений. Вы знаете, дамы и господа, надо было назвать, всего лишь одно слово написать – Мажоритарная система. Последний вопрос, на который надо было ответить. На какую классическую концепцию демократии мог ориентироваться начинающий журналист? Ой, здесь многие из вас давали совершенно разные ответы. Я не готов даже сейчас их пытаться систематизировать. Но некоторые из вас абсолютно точно, по крайней мере в логике составителя и задания, указали, что начинающий журналист ориентировался на классическую, участническую или партиципаторную концепцию демократии. То есть на таком концепцию демократии, которая предполагает, что органы правительства, органы власти формируются большинством граждан. В этом случае, если вы указывали участническую систему, да вдобавок, участническая концепция, да вдобавок ко всему еще и давали кратенькое объяснение, вы могли бы получить до 5 баллов максимум. Было не так много обладателей 5 баллов по этому, по ответу на этот вопрос, но на самом деле они были, я вас поздравляю. Некоторые из вас начинали размышлять абсолютно иным образом, пытаясь убедить нас, что начинающий журналист придерживался шумпетерианской концепции демократии. Она, в общем, тоже стала практически классической, то есть она более классическая, чем некоторые совсем-совсем современные концепции демократии. Но немногие из вас, сказав, что это шумпетерианская система, давали объяснение, почему вы так думаете. В общем и целом, дамы и господа, задание, которое мы вам предложили, успешно решается, если вы соединяете все, что вы знаете по политической, политологической проблематике, из курса общества знания, но добавляете к этим знаниям, к этим воспоминаниям еще то, что вы можете прочитать или услышать о выборах в разных странах. К тому же, если вы следите за российскими дискуссиями об избирательной системе, а эти дискуссии более чем актуальны, вы тоже могли бы сделать некоторые выводы, которые бы позволили сделать вам в конечном итоге правильный, убедительный ответ.